Можете открыть Исайя 40 глава. Мы с вами прочитаем один текст. Жизненные примеры, человеческие слова. Но они будут, естественно. Но Слово Божие тоже должно звучать. Правда? Мы постараемся на данном занятии с вами выработать рабочее определение, что такое лидерство. И вы знаете, мы с вами говорим в контексте, когда наблюдаем людей вокруг себя. Да даже и смотрим за собственной жизнью. Людей, которые не лентяи и не без дела. Люди трудятся, а когда человеку приходится отвечать за других людей, за их деятельность, мотивировать их, вдохновлять, объединять, то люди устают. У них опускаются руки. И вот в начале нашего занятия я хотел бы короткое слово из Священного Писания прочитать в наставление, в ободрение всем тем лидерам и руководителям, которые устали. А таких много. Из пророка Исаия 40 главы. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дает крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. В этих словах как бы звучит легкий упрек Израилю в том, что кажется их жизнь, их путь. И они находят себя в такой ситуации, что кажется, ну, никто им не может помочь. И силы иссякли, и, наверное, у Господа Бога уже тоже нет неразумения, куда двигаться, куда направляться. Да и, возможно, Он, подобно нам, тоже устал. Вот слово ободрение в чем заключается? Нет. Господь Бог не устал. Мудрость и крепость неиссякаемы. Хотя юноши, цвет нации, молодые люди, и то они устают и падают. Что уж не говоря о тех людях, которые опытные, которые несли на плечах свои ножи, груз ответственности руководителя. Да, сложно. Но, слово ободрение и наставление. Продолжайте уповать на меня. У меня есть ответы на ваши вопросы. Я знаю. Так учит Господь Бог. Я поддержу. Я подкреплю. Только продолжайте надеяться. Пожалуйста. Спасибо Богу, что Бог дает людям, у которых опускаются руки, у которых иссякают силы, приходить к Нему и получать от Него поддержку, вдохновение, помощь. И открывается второе дыхание. Поэтому, кто бы ни находился в каких жизненных обстоятельствах, когда сложно, тяжело, устал, для этого много причин. Идите к Богу, обращайтесь к Богу молитвы, ищите Его силы, крепости, поддержки. Он все знает, и Он поможет. Когда мы с вами говорим о лидерстве, мы с вами затрагиваем громаднейшую сферу знаний. Лидерство волновало человечество во всей истории. И лидерство присуще любой деятельности человека. Вот только там, где люди что-то координируют, объединяются, направляют свои усилия для достижения общих своих целей. И существует множество толкований. Лидерство применительно к различным сферам жизнедеятельности человека. В политике, психологии, в науке, в культуре, в управлении, семья, церковь, бизнес. Сфера жизнедеятельности человека иногда, в общем-то, дает только одну грань. И мы, к сожалению, говоря о лидерстве, вообще очень часто лишь только подразумеваем политическое лидерство. Или, может быть, лидерство в криминальных структурах. Ну, вот как-то отложилось у нас там в памяти. Поэтому нам нужно разграничивать и разобраться, когда мы говорим о лидерстве, о чем мы говорим. В научной литературе отсутствует четко одно исчерпывающее определение на все века, чтобы люди могли понять и объяснить, о чем речь идет, когда говорят о лидерстве и управлении. Один из специалистов, известнейших и признанных, Уоррен Беннис, он руководит институтом лидерологии в приюжно-калифорнийском университете. Он верно подмечает, что у лидерства, у руководства совсем другая сфера, в отличие от точных наук, где законы однозначно связывают причину и следствие. Уоррен Беннис неоднократно интересно формулировал проблему понимания лидерства. Он говорил, что лидерство – это то, что французы называют область чемодана, в котором ничего не бывает постоянного. Чемодан имеет крышку, стенки, замок, а вот внутреннее содержание постоянно меняется. И вот лидерство, он говорит, это подобно та область чемодана, которая постоянно меняется. Уоррен Беннис также сформулировал, что лидерство подобно прекрасному, как в изобразительном искусстве, когда видишь красиво, но объяснить не можешь. Нет, вот скажите мне, как можно объяснить лидерство, когда вы смотрите на группу самолетов, которая летит там, витязи, кто бы то угодно. Есть штурман, ведущий, ведомый, красиво летят. Ну, за всем этим стоит многочасовой труд, многолетний труд. Ну, не просто труд, там доверие, там другие нюансы. Сложно объяснить. Некоторые люди, когда достигают какого-то успеха в своей жизни, говорят, я даже не знаю, как это у меня получилось. Кто-то говорит, это даже не повторить. Роджер Гилл, человек, с которым я знаком уже в течение двух лет, мы с ним консультируемся, он преподавал в высшей школе лидерства, недавно вышло его второе издание, серьезного учебника «Теория и практика лидерства». Он предлагает вернуться к истокам понимания слова «лидер». Китомологии этого слова. Чтобы затем на основе вот такого общепринятого, понятного, простого определения развивать наше понимание, что такое лидерство. Потому что написаны множество различных научных статей, книг, которым дается определение. И в принципе, кто-то посчитал сотни различных определений. От кратких до достаточно сложных. Одни из них мотивируют, другие в какой-то мере структуируют, третьи предупреждают. Но одного рабочего определения нет. Ну, лидерство мы понимаем с вами вообще-то из английского языка. Лидер. Лидер. Много иностранных слов вошло в обиход нашего русского языка. Так вот, Роджер Гилл, он из Великобритании провел анализ, этимологию этого слова. Ну, естественно, пользовался различными лексическими, этимологическими словарями. Он объясняет, что слово лидерство восходит к древнеанглийскому leden. А это слово соответствует древнесаксонскому, leden или старо, верхненемецкому leiten. и означает брать с кем-то, указывать путь. Слово ledere обозначало человека, который помогал другим пройти путь. Например, человек, который помогал пройти через снежные заносы. Он знал, куда вывести. И слово лидер появилось в английском языке в 18 веке, а лидерство только в 19 веке. Достаточно новообразованное слово. И вот понятие лидерство и лидер на сегодняшний день они употребляются с определенными отклонениями от этимологии этого значения. Вот сущность лидерства, и я хотел бы, придерживаясь предложения уважаемого профессора Гилла, чтобы мы взяли это как некую основу для нашего курса. Вот исходя из этимологии слова лидер лидерство можно указать, что лидерство это путь и это означает вести людей по этому пути. Лидерство указать путь вперед к изменениям в будущее и помочь или побудить других следовать по нему. кто из вас путешествовал по горам знает есть проводник который знает путь и он часто подсказывает где нужно быть осторожным что нужно с собой брать а что не нужно брать а хороший проводник иногда выдержит паузы возьмет перерыв на то чтобы люди могли отдохнуть а иногда возьмет с кого-то с ними трюк за говорит давай-ка я человек опытный по горам часто ходил я дойду а ты уже бедняга новичок тут и все и когда мы знаем что жизнь нам помогает понять что такое лидерство это когда берешь ребенка за рукой ведешь его помогаешь иногда даже тащишь младшего сестричка или братика самое главное в лидерстве заключается в том чтобы идти и смотреть что твои последователи идут за тобой они в другую сторону и понимаем что показать путь ну значит нужно еще и смотреть за этими последователями в том же ли они направлении двигаются иногда это не только показать путь но и на себе вынести весь проект а иногда весь коллектив и всю команду да такое происходит что люди боятся людям не хочется а иногда они немощны им нужно помочь это и есть лидерство я жил в южноафриканской республике и мы с женой с детьми часто выезжали в большие такие заповедники любили фотографировать вот лидерство мамаши слонихи заключается не в том что сказать слушай иди за мной но иногда подтолкнуть потому что машины там проезжают ну и просто торопиться нужно к водопою или я уж не знаю куда вот лидерство иногда лидер идет сзади вот когда он подталкивает мы надеемся что это хорошее лидерство такое нравственное но лидерство бывает разное иногда лидерство вводит людей в то что они чувствуют себя как в клетке они берут не те проекты не берут на себя не ту обязанность они амбициозны хотят славы у них не получается они пошли не за тем человеком они доверились и потом они себя чувствуют как в клетке но это тоже лидерство неэффективное плохое отрицательное токсичное иногда мы оказываемся не по ту сторону плохого лидерства и нам очень страшно что с нами хотят сделать как к нам хотят отнестись очень страшно вообще почему мы говорим с вами о лидерстве руководстве мы знаете хотим вконечно поставить перед собой жизненную такую задачу оставить полезный благотворный след жизни не наследить так чтобы могли другие идти могли сказать слушай в данной ситуации нужно поступить вот так я видел это видел это на примере юриста врача библиотекаря военного начальника руководителя предприятия пастора нашей церкви миссионеры я видел жизненный пример этих людей я четко знаю как нужно идти потому что я видел как они шли я могу определить путь много людей живут вокруг нас многие наследили а многих уже забыли а многих хотят забыть а многих не хотят вспоминать несколько месяцев назад я отчасти напросился в гости а с другой стороны я периодически посещаю этого человека профессора Владимира Колесова он долгие годы возглавлял кафедру русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете считается одной из престижных кафедр и мне хотелось разобраться ну вот лидер потому что он пишет книги человек знающий просто грамотнейший человек опытный и мне хотелось чтобы он не объяснил в нашем русском языке в нашей ментальности что такое лидер мы начали с дискуссию с того что ну лидер это вождь потому что Владимир Викторович жил долгие годы и помнит советское прошлое и помнит вождей народа и лидерство это политическое лидерство государственное лидерство это вождь ну я потом пытался расширить его горизонт а с другой стороны найти ну не в действительности ли так что в русском языке мы только воспринимаем слово лидер как политический государственный вождь харизматичный лидер ну мы пришли к нему с ним к выводу что ну в принципе это вожак а вожак это не всегда плохо это никогда и хорошо ну и в конце беседы мы пришли к ним с ним к выводу что в общем-то Иисус Христос будучи вождем и будучи учителем вожаком был слугой ну вообще-то был самым лучшим лидером поэтому безопасно верующему человеку христианину говорить о лидерстве потому что его учитель его господь его спаситель тот на кого он уповает бога человек является лидером и он оставил добрейший совершеннейший пример эффективного лидерства и этот лидер которого мы можем не называть этим словом но в любом случае он говорил научитесь от меня большое дело начинается с малого пожертвования и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com но на самом-то деле если разобраться существует разномыслие касательно понятия лидер и лидерства мы можем слышать и даже высказывать мнение разочарование в отрицательном плохом лидерстве иногда мы можем не расширять свои горизонты или слушать людей которые говорят ну лидер это вот лидер бизнес это который всех обманывает лидер государственный это который коррупционер который ничего доброго не хочет своему государству своему народу лидер политический это который вообще-то наобещает много ради того чтобы расширить электорат но на самом-то деле и не планирует ничего выполнить поэтому вот это представление о таком отрицательном лидерстве ну распространяется на все ну и потом знаете цинично звучит это говорим о лидерстве много пишем о лидерстве много а настоящих лидеров недостаточно тема она достаточно злободневна актуальна и к ней нужно подойти многомерно на сегодняшний день существует некая потребность актуальная и в общем-то зримая потребность в людях которые возьмут на себя ответственность за изменение положения дел к лучшему в кризисных ситуациях да и вообще в различных обстоятельствах жизни нужный лидер но на самом-то деле никто не сможет сказать что есть единый проверенный сто процентов срабатываем метод каким образом воспитать этих лидеров и какие нужны качества навыки умения компетенции человеку для того чтобы он был успешным во всех обстоятельствах жизни мы с вами хотели бы помочь новому поколению некоторые из нас достаточно молоды мы нуждаемся чтобы кто-то нам еще помог и мы задаем вопросы кто-нибудь поможет мне кто-нибудь подскажет одно из самых больших разочарований руководителей заключается в том что они не всегда могут найти помощников наставников друзей которые были бы заинтересованы в их успехе иногда создается впечатление что в христианской среде очень много стариков но исчезли старцы кто-то позабыл позаботиться о том чтобы честь сберечь с молоду кто-то перестал думать читать интересоваться жизнью и оторвался от нового поколения поэтому новое поколение абсолютно его не слышит и получается проблема заключается в том что лидеры нужны плохих мы не хотим хороших мы не знаем как воспитать как им помочь да и в общем-то развивать лидеров это достаточно трудоемкое ответственное дело я скажу намного проще писать полемические статьи о плохих лидерах намного проще критиковать всех направо и налево намного проще говорить да вот ответ я вам знаю знаю какой ответ самое главное служить а что это означает служить кому каким образом а как это служение например привести на рельсы там бизнес-компании людей одного социального уровня или в кросс-культурном контесте что такое служение потворство или созидание получается что мы можем неким клише некими такими предложениями хватит теории нам нужна практика или еще о чем-то хватит нам лидеров нам нужны слуги но за этими всеми словами должно стоять осмысленная критика или осмысленное конструктивное предложение один из авторов написал книгу дал ей название не вступайте в лидерство он подошел к ситуации таким образом он говорит знаете лидерство нужно тогда когда например вас хотят отправить на войну только непонятно а зачем или заставить работать больше но при этом платить столько же вот например если вам предлагают вкусную булочку с изюмом или печенье с шоколадом лидерство и не нужно поэтому давайте радоваться тому что лидерства нет очень все сложно и комплексно для некоторых вопросов и нет не нужно лидерство не нужно вдохновение мотивации а для некоторых вопросов нужно это лидерство чтобы объяснить и цель и смысл и стратегии и помочь и вести людей в будущее многие авторы и специалисты отмечают что лидерство это одно из наиболее наблюдаемых феноменов на земле но наименее понимаемых вот мы с вами взяли такую задачку вместе осмыслить что такое лидерство давайте мы с вами бегло пробежимся и вспомним определим для себя когда люди начинают вообще-то думать о лидерстве во-первых когда война кризисной ситуации когда кто-то наделал беды говорят нет такого руководства нам не нужно когда отсутствует люди которые взяли бы на себя ответственность и мы говорим не ну в конечном итоге кто-то возьмет на себя ответственность когда мы стараемся задуматься о том кто достоин кто должен взять на себя эту ответственность кто может мы затрагиваем такие вопросы характер человека его компетенции его качество личные характеристики потом мы говорим о том что ему удается в жизни реализовать какой его подход к людям какой его подход к делу какой у него подход вообще к жизни какие у него ценности тема о лидерстве управления является достаточно горячей почему потому что хорошее лидерство назовем его хорошее крайне необходимо а это хорошее лидерство оно должно быть как-то измеримо ну раз оно хорошее а измеримо оно может быть по двум показателям либо оно эффективно либо оно нравственно либо и то и другое потому что можно быть эффективным заработать деньги безнравственным путем или можно вести компанию очень нравственно но при этом ничего не заработать мы с вами приоткрываем различные области знаний которые в совокупности оформились в дисциплину лидерология и в лидерологии здесь совокупность психологических социологических философских политических исследований и когда мы с вами смотрим на понимание лидерства и управления то мы здесь затрагиваем комплексные сложные междисциплинарные вопросы лидерство мы видим когда взаимодействие между лидером и последователем лидерство это проявление личностных черт лидерство это искусство достижения консенсуса согласия лидерство это умение убеждать лидерство умение прогнозировать лидерство умение влиять на мнение других переубеждать лидерство умение оценивать результаты. Лидерство – это совокупность всего. Иными словами, мы с вами задались целью говорить о всем. А это невозможно. Поэтому мы только приоткроем с вами определенные грани лидерства и управления. Когда мы с вами говорим о лидерах, мы думаем чаще всего о политических лидерах или о лидерах в сфере бизнеса, экономики. Но давайте постараемся расширить свои горизонты. Давайте мы позволим себе думать о лидерстве, когда мы вспомним преподавателей наших, родителей наших, мир спорта дает нам прекраснейшую картину лидерства капитан в команде, тренер в команде, творческий мир, искусство, различные профессии. И есть положительные и отрицательные примеры лидерства. Во второй части нашего, этого занятия мы сможем не только сформировать или сформулировать рабочее определение, но пытаться теперь вычерчивать грани. И одно из последующих наших занятий будет осмысление лидерства с богословской, библейско-богословской точки зрения. А потом я хотел бы объяснить определенную систему, парадигмы, в которой понимание лидерства можно выстроить. гидерства или мастер 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 или лидерство просто или подключить или или лидерства Субтитры создавал DimaTorzok